Выборы в новосозданные объединенные громады в Одесской области прошли под знаком доминирования двух политических сил. Подавляющее большинство избирателей в Окнах, Келье и Любашовке поддержало блок Петра Порошенко «Солидарность» и всеукраинское объединение «Батькивщина». По итогам голосования «Отнянской громадой» будет руководить представитель «Батькивщины» Олег Белоус. Еще 20 соратников Юлии Тимошенко стали депутатами Совета «Отнянской объединенной громады». Выборы в Любашовке закончились убедительной победой нынешнего главы районного центра, представителя пропрезидентской политической силы Геннадия Павлова. Он набрал более 70% голосов. У нас победил 71,8. Мы победили, дающий голова селищной ряда, Павловский на Японии. И больше набрали две партии – ДПП и БЮТ. В Любашовке, как к слову и в Килие, представители блока Петра Порошенко обвиняют в подкупе избирателей конкурентов из «Батькивщины». Глава Килийского райсовета, избранный руководитель Килийской объединенной громады Павел Бойченко, назвал прошедшие выборы самыми грязными за последние несколько лет. По предварительным подсчетам, оппоненты из лагеря Юлии Тимошенко потратили почти полтора миллиона гривен на работу с электоратом. В совет Килийской ОТГ вошли 34 депутата, 20 делегаты от БПП, по 7 от «Батькивщины» и аграрной партии. По всей видимости, эти 14 избранников и станут оппозицией представителем солидарности. Это были очень грязные выборы именно с точки зрения наших оппонентов. Первая часть – это партия «Батькивщина», ее местные деятели, ну и другие партии. Было очень много грязи, много чернушных газет воздано. Кроме этого, были задействованы очень жесткие технологии подкупа избирателей. То есть сюда были брошены большие деньги нашими оппонентами, развернуты большие сети скупки. Что показали эти выборы? Что люди на это больше не ведутся.